Археологические раскопки в центре города. В Сургуте ученые извлекли из земли более 200 предметов, датируемых предположительно 17, 18, 19 и 20 веками. Особенность экспедиции в том, что на этом участке должны сейчас проводиться коммунальные работы. Но перед прокладкой труб принято решение провести так называемые спасательно-археологические работы. К ним привлечены 11 студентов и школьников. В течение месяца они закончат раскопки, после чего ученым проведут анализ дополнительное исследование. Узнают, что было на этой территории, как выглядели люди и даже как ладили друг с другом. В центре мы видим более светлый песок с древесным тленом. Это могила. Это могила, могильное сооружение. И вот в этой всей толще находится погребение. По цвету земли невооруженным глазом археологи определяют, что находится на глубине. На этой территории практически в центре Сургута обнаружили древнее кладбище. Вообще сейчас здесь коммунальщики должны прокладывать трубы. Но вместо сварочных работ ученые ведут так называемые спасательные археологические. Мы знаем, что кладбище прекратилось существовать в начале 20 века. Здесь перестали захоранивать. Но неизвестна дата, когда она появилась. И сейчас вот по предварительным находкам мы можем сказать, что кладбище возникло не ранее начала 18 века. И мы предполагаем, что возможно оно появилось в конце 17 века. Каждый слой земли – это книга в прошлое, говорят археологи. Ценен даже сантиметр. Поэтому сначала исследователи отмечают тахеометром точки раскопа, чтобы в будущем составить рисунки местности каждого периода. Затем лопатами копают территорию по 10 сантиметров. К поиску истории привлечены студенты и даже школьники. Интересная работа, исследование. Очень интересно находить. Я вот копаю в этом году кладбище. Этого не делал до этого. Новая работа. Научился в этом году кельмой разбирать сооружение могилы. Интересно еще тем, что это же наша история. Она очень интересна. Ее интересно добывать своими руками, изучать. Раскопки на этом участке ведут месяц. За это время археологам удалось обнаружить около 200 объектов. Большая часть – это гвозди. Есть бутылочки, в которых хозяйки хранили уксус и масло. А это трость. В погребении она лежала, как продолжение ноги инвалида. Вряд ли она служила протезом. Для чего деревянные изделия уложили при захоронении, предстоит узнать во время следующих исследований. Сохранились человеческие останки и даже шевелюра. За почти 200 лет она не разложилась благодаря головному убору, который был на женщине. Так хоронили не всех, а скорее всего более обеспеченных, предполагают исследователи. Их одевали в лучшие наряды. Кстати, нередко археологи обнаруживают погребение, где человек с крестом на груди, что свойственно православным верующим лежит укрытый берестой. Это особенность культуры ханты. Такой вариант креста – это все-таки наиболее старая версия. Здесь, скорее всего, нет распятия, но это будет известно после расчистки. Здесь используется канонический текст, то есть какой мы тоже узнаем после расчистки. Подобные кресты подобного формата, они наиболее новые. То есть это, скорее всего, 19-20 век уже. То есть это наиболее привычная нам версия. Нахождение креста и, допустим, бересты в одном погребении – это свидетельство о том, что культуры смешивались. И это такая грань переплетения культур. И особенность местности, их мало в целом. Работы на этом участке завершатся в течение месяца. После этого все образцы передадут для проведения анализов. Тогда ученые смогут разгадать очередные исторические загадки. Например, когда здесь появилось это кладбище и какие деревья здесь росли – кедры или сосны. Подзол на земле свидетельствует о том, что на этом месте был хвойный лес. А по останкам смогут даже восстановить внешность людей.